Лекция номер 8. Мы с вами сейчас будем продолжать разговор о динамическом программировании. Вы его, собственно, в принципе-то уже и делали. Скажите, вот насколько вы его делали, лабораторку? Вы до укладки рюкзака, например, добрались? То есть вы ее видели, вам открыли эту лабу, да? Но вы фактически не добрались. То есть вы начали, сумму минимального подотрезка, о котором мы разбираем на лекции, вы прошли, она легла, да? С этим вопросов нету, да? А вот минимальная, максимальная, как это называется? Подотрезок, не подотрезок, прошу прощения. Длина наидлиннейшей возрастающей подпоследовательности. Нет? Вот давайте тогда мы прям последуем. Мешалка, в принципе, задача, но в лабе вроде бы не было. Я бы очень хотел сейчас, на основании того, что уже два года, как в ЕГЭ появилось, собственно, визуальное динамическое программирование в электронных таблицах с момента введения к ЕГЭ, 17-я задачка, и вы наверняка видели ее, даже если вы, ну, я напомню, расскажу, она очень красивая, визуальная, понятная. На основании ее очень легко, она, скажем так, близка была бы к олимпиадам, если бы это было на программировании. Но ее затащили в ЕГЭ, потому что сделали ее на табличный процессор. Но в ней важная штука отрабатывает. Там реально именно Динпрок срабатывает, по-настоящему, хоть он и вычисляется ручками в табличке. И после этого нам будет легче осознавать вопросы, связанные с наибольшей возрастающей подпоследовательностью или наибольшей общей подпоследовательностью, потому что тогда будет понятнее. А потом у нас прекрасно и рюкзак зайдет сегодня, поэтому начинаем мы с 18-й задачки компьютерного ЕГЭ по информатике. Значит, рассказываю. Да, ну давайте, первый Динпрок будет у нас одномерный. Может даже придержать задачку до середины. Нет, давайте, я уже объявил, будет. Значит, давайте тему запишу, что мы работаем по теме динамическое программирование. Причем я сегодня все, что хочу рассказать по динамике, оно не кончится. Еще в следующий раз будет динамическое программирование на строках. Возможно, даже, чтобы подготовить вас к следующей лабе, мне даже придется сегодня что-то упомянуть. Я посмотрю аккуратненько. Ладно, значит, в чем там суть? Есть электронная табличка, которая представляет из себя вот такое поле ячеек, в которых лежат монеты. В каждой ячейке лежит известное количество монет. 7, 15, 2, 3, 9, 1, 0, 5, 2, Я здесь введу, не знаю, 19, 12, 1, 7, 3, 2, 6, 1, 8, 0, здесь, не знаю, там, 14, здесь 3, 1, 4, 2, 1. Здесь не важно, но тоже что-нибудь положим, условно, там, 2. Итак, есть некий герой, который должен перемещаться по этой карте, это робот, скажем так. Вот робот находится в первой левой верхней клетке. Закончить свою траекторию он должен в правой нижней клетке этого лабиринта. А кто знает, кто помнит задачку? Ну, скажем так, половина. Ладно. Вот я говорю, надо ввести на физтехе обязательный четвертый вступительный экзамен. ЕГЭ по информатике. Это снизит общий, как сказать, повысит коэффициент технических предметов, понизит коэффициент русского языка, который иначе занимает одну треть. Как бы это не совсем правильно. То есть он должен, а? Кого? При поступлении. Дело в том, что это бы дало некий ценз на входе, да, то есть вас бы заставляли заранее немножко хотя бы к информатике подготовиться. И это очень сильно бы стабилизировало ситуацию с разнородным уровнем. Потому что кто-то что-то знает, кто-то олимпиадник вообще, кто-то ноль полный, потому что в школе ничего не давали. Очень тяжело. Вот. Мне кажется, что это было бы ценно, если бы вы ввели все-таки дополнительно. Лет десяточное про это говорю. Ладно. Так вот. Вопрос. Какую максимальную сумму может собрать робот по пути из левой верхней в правую нижнюю точку? Пока этот размер этой карты маленький, да, еще не так страшно на самом деле. Или мы можем перебором как-то угадайкой попытаться посчитать. Что полный перебор, что в данном случае означает? Ну, у нас есть вот эти вот, я как клеточки нарисую, как точечки, да, возможные местоположения робота. Между этими возможными местоположениями робота, так, у меня сколько их, пять по вертикали, да, есть какие-то траектории. Ну, то есть у меня есть дороги, как у вас... А, да, прошу прощения, забыл сказать. Робот может перемещаться только вправо или только вниз. Он не может ехать налево. Нельзя взять и проехать по всей карте, собрать все монеты. Вот так нельзя. Он едет только вправо, только вниз. Вот, в результате... Ну, это всякие уже дополнительно расширенные задачки. Вот. Иногда я в таких расширенных задачках, я обнаружил вчера буквально, я на курсе подготовки к ЕГЭ по информатике, я обнаружил в такой задачке, которую в прошлом году я рассказывал, не моргнув глазом. Она не с ЕГЭ непосредственно, она авторская. Оказалось, вот я так вдруг вчера стал объяснять, объясняешь, начинаешь глубже задумываться. И вдруг я понял, что то решение, которое там считается оптимальным, по-честному не оптимальное, об этом владея техникой решений 27-х задачки ЕГЭ некоторого года, можно было бы догадаться и в прошлом году, раньше. И что лажа, то, что рассказывают, вот там не совсем. Но я сейчас не буду объяснять, зачем вам проблема, которая вас напрямую не касается. Давайте сюда сейчас. Так вот. Если вы, может быть, в ОГЭ по информатике сдавали, и помните, из города А в город условный М ведут дорогу. Такое знаете. А я даже это вспомнила. Ага. Да-да-да. Ну, учителя-то все равно на ЕГЭ ориентируются. Так вот. И мы там говорим про количество траекторий. Количество траекторий. Там есть классический подход. Мы берем, начинаем говорить, сюда одна траектория из города А в город А. Один способ попасть. Стоять на месте. Сюда один способ. Сюда один. Сюда две дороги складываются друг другу. Один плюс один. Два. Сюда один. Сюда один. Сюда один плюс два – три. Ну, я могу сразу сюда сейчас единички проставить. Чтобы понятно, что сюда один способ попасть только, да, в эти точки. Сюда один плюс два – три. Да, что у нас получается? Сюда один плюс три – четыре. А три плюс три – шесть. Четыре. Так, здесь один. Соответственно, здесь у нас что? Четыре плюс один – пять. Здесь четыре плюс шесть – десять. 6 плюс 4, 10. 4 плюс 1, 5. Здесь 5 плюс 10, это 15. 20, 15. И сюда я вижу, что у нас получается 35, 35, то есть в точку М 70 способов попасть. Для чего я про это говорю? Дело в том, что полный перебор всех траекторий, он становится гиблым делом. Даже задачки в ОГЭ делают их столько, чтобы школьник заманался руками, ну там карта не такая регулярная, руками, то есть он пытается ручками посчитать, сколько траекторий в таком вот графе. Ну пока это так, это понятно три дороги. Ты говоришь, окей, а вот так. Так, ну раз, два, три, четыре. Он руками пытается махать, перебирать их, что называется аккуратно. Но делают так, что он уже начинает ошибаться. То есть вот вроде бы циклов нету, здесь конечное количество траекторий. Если я сделаю цикл, то там можно мотать круги, сколько кругов набегал, и траекторий становится бесконечным числом. Ну короче, делают так, чтобы уже ручками ошибались люди при попытке ручного полного перебора. Но то, что мы делали тогда в ОГЭ, подсчитывая количество траекторий, на самом деле является уже динамическим программированием. Потому что я вычисляю, по сути, функцию k для вершины x, ну условно, сейчас я вот введу x, y, z. Да, давайте так. У меня есть, вас спрашиваются, чему равно количество траекторий, ведущих из вершины a в вершину z. У меня есть сколько-то траекторий, ведущих в x, есть сколько-то траекторий, ведущих в y. В z я могу попасть только либо от сих, либо от сих. Соответственно, я говорю, у меня эти траектории не пересекаются как множество. То есть множество возможных траекторий, рисую диаграмму Эйлера, оно делится на два. Тех, у которых вершина x последняя, это важно, не она присутствует в траектории, потому что мало ли у них тут есть дорога прямая или там даже опосредованная через кого-то. Меня сейчас это не интересует, как бы вот этот, вот это непосредственно участок дороги, да, такие траектории называют как бы x-овыми, да, или вот этот вот участок дороги, да, который у меня ведет непосредственно из y в z. Я тем, я как бы по сути работаю на комбинаторике. То есть комбинаторика про подсчет комбинации, вот я как раз и подсчитываю разные траектории. Каждая траектория это некая комбинация, да. Я говорю, все траектории делятся на два вида, не пересекающихся. У меня есть не квантовая частица, которая может сразу двумя траекториями прилететь. Да? Значит, либо, либо. Причем третьего способа попасть туда нет. У меня нет третьей входящей дороги. А была бы, значит, я бы сказал, делится на три все траектории. Если я знаю количество траекторий, ведущих из города А в город Х, назову его КХ. Если я знал бы количество траекторий, ведущих в город Y, то оно бы называлось КY. И вот я говорю, товарищи, все траектории в КЗ это все траектории в КХ плюс все траектории в КY. Ну это то, что у вас потом в школе учат, просто факту. Ай, ты бери, складывай числа по вот этому. Это что я делаю? Это я вычисляю рекуррентную функцию. Почему она рекуррентная? Потому что она определена через сама, через себя. Через сама, через себя. Кроме того, у меня есть крайний случай. Способа попасть в город А равно один. Задачка, которая сейчас имеет номер 23, она в принципе про условно то же самое. Здесь в чем особенность? Никакие, у меня сама логика построения не будет сейчас отличаться для монет. Но я понимаю, что я сейчас буду руками махать вот эти траектории и подсчитывать всевозможные суммы, которые получаются на пути. Я так, так, так могу пройти, вот так могу пройти. И я сейчас руками обязательно ошибусь. А если карта еще будет 10 на 10 или 100 на 100, самое-то главное еще и то, что мало того, что руками я ошибусь. Моя задача это автоматизировать, то бишь запрограммировать. Представляете, алгоритм, который берет и вычисляет. Но, как вы понимаете, количество вот это число, если вы узнаете то, что я тут нарисовал, то вы можете сказать, это треугольник Паскаля. А те числа, которые мы тут видим, это ЦИЗНПК. Вы слышали про треугольник Паскаля когда-нибудь? У него вот единички по бокам, так вот разрастающиеся. Здесь суммируется 1 плюс 1, 2. Вот они, 1, 3, 3, 1. Это, кстати говоря, коэффициенты бенома Ньютона. То есть у меня х плюс у в квадрате, они как раз будут это в кубе, прошу прощения. 1 умножить на х в кубе плюс 3х квадрат у плюс 3ху квадрат плюс 1 умноженное на у в кубе. Ну, это если я х плюс у делаю в кубе. И та же самая история у треугольника Паскаля, дальше продолжается. То есть у него коэффициенты ЦИЗНПК 1, 4, 6, 4, 1. Это коэффициенты для х плюс у в четвертой. Ну, это, наверное, вы знаете, если вы знаете. Я не знаю. Вдруг вам не рассказывают нигде. Ну, короче, это на самом деле коэффициенты, которые называются ЦИЗНПК. И они... Ой, мне кажется, я ошибся. Н внизу, К вверху. Я... По-моему, и так записывается. Вот. Соответственно, это 0 по 0. 0 по... Ц... Первая 0. Ц1 0. Ц1 1. Ц1... Ц2 0. Ц2 1. Ц2 2. Так, это вторые, третьи, четвертые, пятые, шестые, седьмые. Это восьмое. Соответственно, ЦИЗ 8 по 4. Вот это вот. Количество способов назначить четырех дежурных среди восьми человек. Сколькими способами можно выбрать четырех дежурных из восьми человек при отсутствии значимости их порядка? Ну вот. Но смысл в том, что ЦИЗН пока растут, конечно, медленнее, чем факториал, но все равно быстро. Все равно они быстро растут. Я могу записать. У меня вот это вот, если я берем масштаб задачки, это будет, ну, условное, вот это количество строк, допустим, да, масштаб сложности задачки. Я хочу сказать, что в любом случае, я могу сейчас прям посчитать, сколько самих траекторий будет. Потому что количество траекторий, вот, условно, квадратной карте размера там, в данном случае, пять, да, оно получилось ЦИЗ 8 по 4. Ну, оно там, по сути, будет все время идти. ЦИЗ 2 умножить, дважды К, как бы, да, пока. Ну, где К, это будет равно 5 минус 1. Ну, порядка того. То есть, если я возьму сложность задачки за вот этот линейный размер, значит, А расписывается, ну, как? Значит, это будет Н факториал поделить на Н минус К факториал, поделить еще на К факториал. Ну, короче, что у меня получается? А здесь дважды К факториал. То есть, это получается такое число у меня, значит, количество само траекторий, ведущих слева, сверху, вправо, вниз, да, считая К размера. Я сейчас примерно, потому что там К минус 1 надо, но я не буду это делать, чтобы еще с К минус 1 возиться. Дважды К, это будет 2К умноженное на 2К минус 1 и так далее, умноженное на К плюс 1. Все дальнейшие вычеркнуты, поделить на К факториал. То есть, поделить на К, на К минус 1, значит, что там, и так далее, умножить на 2, умножить на 1. Это точно поделится, да, тем более часть из этого я еще и могу зачеркнуть, но это не суть, короче, я не буду даже вычислять. Но оно возрастает и возрастает достаточно быстро, существенно быстро. Поэтому количество траекторий будет возрастать, возрастать страшным образом. И возникает так называемый эффект комбинаторного взрыва. Полный перебор всевозможных траекторий с подсчетом суммы и поиском оптимальной из них становится невыносимо сложным. И мне нужно сглатывать эту комбинаторную сложность. Именно динамическое программирование помогает эту сложность сглатывать за счет либо кэширования, как мы помним, да, мы будем запоминать эти значения, либо, что еще проще, если траектория вычислений очевидна, если траектория вычислений очевидна, в которой я, если вы помните задачку про этот граф, на котором количество дорог считается, то вы говорили, а давайте от начала пойдем и начнем складывать числа. Так вот, в данном случае я могу сказать так, смотрите, мне, чтобы посчитать максимальную достижимую сумму при достижении данной клетки, то есть мне нужна будет максимальная сумма при достижении клетки, и Z, да, условно, в нее можно попасть только из клетки X и из Y непосредственно. Есть большое количество X-овых траекторий, но среди них есть какая-то оптимальная, где робот уже собрал максимальную сумму. Среди Y-овых траекторий, то есть те, которые заканчиваются в Y, и сейчас они вот нужно будет прыгать сюда, тоже есть какая-то самая выгодная. И я говорю, у меня вот эта вся предыстория не играет существенной роли по отношению к количеству монет вот здесь. То есть выгода тут вполне себе, добавляем дополнительно монеты Z, супер. Меня точно не интересуют все вот эти траектории, остальные неоптимальные из X. Меня не интересуют вот эти неоптимальные траектории, которые с меньшим количеством монет робот мог бы прийти в Y. Меня интересует некая самая выгодная траектория. Но среди этих двух самых выгодных я должен выбрать более выгодную. А теперь давайте переведем разговор на функции, потому что пока что я, ну вот и говорю, выгодно и выгодно, я не назвал никакой буквой математически, не назвал эту функцию. Пока это не произойдет, я не смогу построить рекурсию. Рекурсия, она должна происходить с какой-то уже функцией математической, которая что-то значит четко, у нее есть параметры. Итак, я говорю, давайте заведем такую буковку S и назовем ее S, не знаю там, Z. Она будет для каждого города условного определена. Это сумма, которую мой робот-путешественник максимально может набрать, достигнув города Z. То есть спектр возможных сумм монет, которые могут быть получены, он довольно большой. Возможные варианты того, с чем он может сюда прийти. Спектр этот довольно большой, но точно не больше, чем количество траекторий, которые сюда ведут. Но может быть в некоторых траекториях он набирает одинаковое число монет. Но все равно. Но среди них есть сумма, достигнутая максимально. И вот я говорю, ребята, как я ее могу узнать? А я начинаю разламывать свое множество возможных траекторий на две части. В данном случае на две. Потому что у меня две дороги сюда ведут. И вот я говорю, среди иксовых возьмем самую выгодную траекторию. Да? И кто нам ответит на вопрос, сколько там монет по самой выгодной траектории? Та же самая функция, но для икса. Среди игриковых возьмем самую выгодную траекторию. И из них выберем просто большее из двух чисел. И к этому делу прибавим количество монет, которое лежит в этой клетке. Вот и все. Да? Количество монет в этой клетке назовем буковкой там С, coins. Да? С, Z. Что мы видим? Это товарищи рекурсия. То есть я функцию определил через самое себя, но для других клеток. Которые ближе к началу. А значит задача становится проще. Как вы помните, этого недостаточно. Значит, нужно крайний случай, нужно сказать, а какую сумму мы там в данном случае в А получаем? Ну, ответ, ну сколько там монет лежит, столько и получаем. Все, точка. Ц, А, прошу прощения. Все. Крайний случай есть. Крайний случай базовый, он самый простой. В нем нельзя вызывать самого себя. Само собой. Итак, никто нет, ни у кого нет, да? Флэшбака. Но когда его забудешь, стек уходит в глубину. Значит, ладно. Короче, у нас S, A равно C, A. Все, крайний случай мы прописали. А дальше я говорю, так, сюда робот может добраться, вот в эту клетку. С максимальной суммой 7. Сюда 7 плюс 15. Честно, числи такие большие, мне хочется поменьше. Не знаю. Ладно, пускай будет. 22. Все равно до 100 мы не добежим. Тут не такая большая карта. Сюда. Ну, у меня здесь дорога без вариантов. Поэтому я просто суммирую. Мне не нужно максимум из ничего выбирать. Максимум из одного числа. 22 накопленная сумма к предыдущему моменту плюс 1 монета здесь. Безальтернативно. 23 плюс 3. 26. Сейчас логика понятна, что я делаю? Все понятно. Так, соответственно, 26 плюс 14 получается 40. Замечательно. Вниз гоним, соответственно. Знаете что? Вот если я бы это делал в табличке, то я бы это делал именно так. На самом деле, в принципе, я могу двигаться вот так. Ну, никто мне не мешает заранее. Я же динамикой работаю. И у меня получается, что вот эти случаи, они вроде бы крайние, но не совсем крайние. Потому что у меня возникает рекурсия такого, рекурсия, рекурсия на функция вот такого вида, где есть выбор. Есть там, где я беру значение отсюда, есть значение, где я беру сверху. То есть получается, что у меня на самом деле совсем крайний случай, он один, вот он. Но вот эти значения мне желательно прогнать до того, как я начну заполнять вот эту область. Поэтому я все-таки сейчас пробегусь сверху вниз по этим клеточкам. Что у меня получается? Накопленное к предыдущему моменту 7. Я могу только из этой клетки сюда попасть. Количество монет в этой клетке это 2. 7 плюс 2, 9. 9 плюс 9, 18. 18 плюс 1, 19. 19 плюс 12 получается, сколько получается? 31, да? У меня есть все, что поправляете. Дальше я начинаю заполнять вот эти клеточки. Вот тут надо приостановиться и произнести важную мысль. В динамическом программировании снизу программист сам держит в своих руках траекторию вычислений. И это моя обязанность сделать так, чтобы когда я буду осуществлять вычисления, то те ячейки, на которые я опираюсь, не были пустыми, с мусорными значениями, заполнены бредом. Я не могу начать вычисления отсюда, 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 откуда. Только эта клетка может быть первой вычислена. Соответственно, я могу начать ее вычислять, выбираю из них максимум. Максимум это 22, прибавляю 3 монеты, 25. То, чего не рассказываю школьникам. Да, мы можем продолжить дальше гнать либо слева направо, сверху вниз, либо сверху вниз, слева направо, расширяя область знания о значениях функции. Помните, я рисовал область определения, да, и говорил, вот мы имеем крайние значения, да, и я, когда рекурсии, я перехожу ближе к крайним, еще ближе к крайним, еще. Да, и в какой-то момент я попадаю в эти значения, и говорю, о, раскручиваем назад, пошел обратный ход рекурсии, я могу вычислить целевое значение. Помните? Очень интересно, да? Или там конспект в телефоне, честно, я очень волнуюсь. Серьезно? Обычный карандаш работает? Или это спецкарандаш? А, это блокнот, я прошу прощения, все. Ладно, ладно, все, я не буду вторгаться, это ваше личное дело, поглощает знания или нет, и как? Так. Вперед! Вперед, с песней. Так вот, слушайте, что я не рассказываю школьникам. Школьникам я рассказываю, да, мы держим в руках траекторию вычислительную, да, мы ее раскрываем слева-направо, сверху-вниз, либо сверху-вниз, слева-направо, мы не можем произвольную точку, а теперь внимание, друзья, а представьте себе, что у вас есть ресурс параллельности, у вас есть несколько вычислительных ядер на общей памяти, то есть вы реально можете делать несколько операций одновременно. Я специально вас так воспитываю, потому что вы будущие управленцы, и алгоритмы мы с вами проходим не потому, что вы будете их программировать. Ребята, программировать будут программисты или там условный чат GPT сверху до нового поколения. Но в жизни тоже те алгоритмы есть. Помните про обмен двух переменных значениями, да, за три дня мы будем две эти башни обменивать нефтью, да, или как это, нефтью там, бензинами, да, или за два дня. Разница есть? Есть, конечно, да. Вот алгоритмы, они к жизни относятся. Так вот, ребята, смотрите, если у нас есть ресурс параллельности вычислений, то вот эта и вот эта клетка независимы под своим данным. То есть то, что у нас вычислено вот это, дает возможность вычислять и вот это, и вот это уже вдвоем. И если у вас два человека, с этого момента вы можете начать ускорять. То есть, во-первых, вы могли вот тут, вот два человека, то есть у меня была зависимость, я не мог вычислять вот это число, не вычислив вот это. Это называется зависимость по данным. Да, то есть это работа, которая делается только последовательно. Нельзя класть крышу, не сделав стены. Невозможно. Мы можем, не знаю, там, заготовить что угодно, но вот стены поставят, вот только потом крышу, да. Вот здесь вот эти следующее число я считал по предыдущему, и не ранее чем. На самом деле я уже в этот момент, когда эти два появились, мог сюда класть. Ну давайте мы сейчас по крайним не будем. Давайте крайние мы сейчас пробежали, что называется, они, допустим, готовы, да. Раз, два. С момента появления вот этого числа я смогу считать вот это. С момента появления двух этих вот это. А поскольку, если эти вычисления происходили параллельно, то у меня эти три, по сути, могут происходить параллельно. То есть у меня нарастает ресурс параллельности, да, возможность использовать дополнительные ядра, процессоры и так далее. Ну или людей. Вообще умение правильно, грамотно разложить диаграмму Ганта, диаграмма Ганта – это управленческий такой способ распределения задач и расчета времени, что на что уходит. И зависимости и задач друг от друга. От какой задачи, что зависит. Это очень важное умение такое вот взять реально поиграться, а можем ли мы какую-то зависимость освободить, чтобы что-то начать делать раньше. Вот, потому что, ну если есть возможность это запускать раньше, да, почему нет, если там сроки всегда очень много определяют. Так вот, в данном случае есть, запомните, я вас не учу параллельному программированию, но не упомянуть не могу, что здесь есть ресурс параллельности, он может быть используемый, мы можем от языка программирования специально, будет сложнее писать. Мы не будем этого писать, но знать про это надо. Итак, ладно, я буду слева направо двигаться. Так, 25 или 23? 25 выгоднее. 25, да, плюс 0, ну 25 получается. Так, 25 или 26? 26 выгоднее, да, здесь что это такое число? Ну, давайте 0 считать. 0. 25 или 26 выгоднее, значит, ну плюс 0 все равно 26. Так, 40 или 26? 40 выгоднее. Да, 40 плюс 1, 41. Замечательно. 18 или 25? То есть я все время иду, что больше? И к нему прибавляю число монет. 25 прибавляю 2, 27. 25 или 27? 27, 27, к нему прибавляю 5, 32. 32 или 26? 32, к нему прибавляю 8, 40 получалось. 40 или 41? 41, к нему прибавляю 4, 45 получается. Сюда возвращаемся, слева направо. То есть моя траектория, как видите, она вот, как я и обещал. Я так и программировать это буду. Правда, вопрос, надо ли мне это программировать, потому что мои задачи сейчас будут более сложные вещи вам. Не такие тривиальные, скажем. Вот еще школьные, вы это в школе многие видели. Поэтому я пробегусь до конца, чтобы увидеть. Но мне очень важно то, чему в школе не учат. Поэтому я добегусь сейчас до конца. Итак, 27 или 19? 27. Плюс 7 это 34. 34, 32 или 34? 34, плюс 2, 36. 36 или 40? 40, плюс 1, 41. Значит, и 41 или 45? 45, плюс 2, 47. Так, теперь сюда. У меня 34 или 31? 34, конечно. 34 плюс 3? 37. 37 или 36? 37, конечно. 37 плюс 6? 43. 41 или 43? 43, ну 43, конечно, лучше. Получается 44. 44 или 47? 47. Значит, получается 49. Ну, у меня траектория, которая сейчас получится, будет слишком тривиальной. Я могу чуть-чуть сейчас махнуть, чтобы она стала другой. Давайте это сделаем. А то иначе будет слишком просто. Сейчас. Я правда думаю, одна заменится на другую. Она будет при этом не лучше наверняка. Сейчас посмотрим. Я думаю, 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 думаю. Голова, 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 голова. Фу. Так, да, мы это сделаем. Я заменю количество монет вот здесь. На монет достаточно заменить. Ну, например, на 5 монет. На 5. Заменяем. Сейчас результат чуть-чуть поменяется. Значит, 43 плюс 5, 48. 48 или 47, 48 плюс 2, 50. Итак, с одной стороны, ответ 50 монет, максимальное количество монет, достигаемое к вот этому моменту. Мы ответили на вопрос, сколько роботов? Ну, вот в ЕГЭ спрашивается. Максимальная монет, которую робот может набрать, пройдя из левого и верхнего, правого. Мы ответили на вопрос? Ответили. То, что не спрашивают в ЕГЭ. Ну, во-первых, это не просят запрограммировать, но вы понимаете, что реально, если нет стенок, запрограммировать это не проблема. Положить значение сюда, цикл раз, цикл два и два вложенных цикла, которыми я закрываю всю остальную область и рассчитываю. Та-да! Вопрос вот какой. А могу ли я восстановить траекторию, по которой шел робот? По какой траектории он шел? То есть получается, что мы можем, если мы сейчас это скажем, как это сделать, то мы получаем некий маленький, вот такой маленький, искусственный интеллект. Робот выбирает оптимальную траекторию. Сам! Мы запрограммировали, он сам будет выбирать оптимальную траекторию. Запускай на биржу, он там монеты будет собирать. Ну я шучу, но тем не менее. Да? Еще и траекторию, то есть он будет в итоге принимать решение. Итак, смотрите. Эта точка точно входит, да? Эта точка точно входит. Ну вообще точки надо как-то координатами записывать здесь. Но давайте сейчас я буду просто рисовать. Я в нее мог попасть либо отсюда, либо отсюда. Давайте вот здесь, да? И я говорю, ребята, как я принял решение о самой сумме? Я выбрал максимум из двух значений. То есть тем самым я определился из двух типов траекторий, да? Из двух типов траекторий я сказал, какая более выгодная. А другую отверг. Тем самым я говорю, ребята, в траекторию оптимальную, оптимальную, чью длину, точнее чью сумму я теперь знаю, да? Сумму монет на этой траектории. Вот. В нее обязательно входит соответствующая ячейка. Какая? Давайте вернемся. Там, где эта функция S максимальная. То есть я могу назад идти просто к большему числу. Я пришел сюда-отсюда. А сюда откуда? Отсюда. А сюда откуда? 36 или 37? Отсюда. 34 или 31? Где больше? Отсюда. 19 или 27? Отсюда. 27 больше. 25 или 18? 25. 9 или 22? 22. Ну а здесь уже без вариантов я шагаю. По итогам получается, что я восстанавливаю вот это все. То есть мне теперь остается только взять и пробежать, развернуть эту траекторию задом наперед. То есть я эти значения запоминаю себе в массив, как в некую стопку складываю. По-английски называется стопка, стек. Стек такой складываю, а потом считываю только задом наперед. Посмотрите, я специально подменил, чтобы траектория, там шла такая траектория слишком линейная. А здесь мы можем в итоге восстановить довольно нетривиальную траекторию. То есть вернемся к количеству операций. А какая симптотика? Сколько ему понадобится операций, чтобы это сделать? Да сколько ячейк. Я фактически заполнял двумерный массив. Ну там список списков. То есть вот тут. М квадрат. Ну если вот это это Н, то Н квадрат. Сколько ячейк заполнить? Все. Само восстановление это Н дополнительное действие. Точно не больше Н. Ну ладно, 2 Н, не больше, чем 2 Н. Короче. Класс. Супер. Да, вот про это в школе не рассказывают, что можно еще и восстанавливать траекторию. А что я хочу сейчас сделать дальше? Я сейчас введу вам другие ситуации, другие функции. Но то, какие возможности нам открываются, еще есть невысокая симптотика, очень такой халтурная симптотика. Взял, посчитал функцию. Вот. Вся вот эта вот моя ода, она на самом деле является одой математики. Потому что динамическое программирование, в нем не столько самого программирования. Там нет вот этих вот технологий, давайте мы это в гид как-то еще. Тут алгоритм. Никаких нет сложных, даже рекурсий нет, понимаете? Функция рекуррентная есть. Но вычисляется она, по сути, в цикле. Ну циклы, гоним циклы. Вот у нас есть массив, заполняем его. Что может быть тривиальней? Только математика за этим лежит непростая. И часто додуматься до вот этих функций бывает непросто. Шарики нужны. В голове. Ладно. Что мы сейчас будем двигать следующее? Это так называемая задачка о длине наидлиннейшей возрастающей подпоследовательности. Длина наидлиннейшей возрастающей подпоследовательности. Давайте опять же, для примера сразу напишем какие-нибудь числа. 5, 2, 7, 3, 1, 8, 12, 64, 3, 0, 2, 7, 3, 6, 8, 7, 2, 2, 1, 8, 3. Ну это 2, может и не надо было, давайте. 12. Это 1, а не 18. 1, 8, 3, 9, 24, 72, 36, 38. Слушайте, есть такая классная настольная игра, называется Корова. Корова 006. Очень прикольная. Там карточки с числами, по сути, от 1 до 110, что ли. Вот. Обалденно. И вроде больше ничего. На картах эти нарисованы коровы, и за каждую карту какое-то количество очков штрафных. Вычисляется, если ты ее взял. Я очень рекомендую, если вы играете в настолки. Корова 006 называется. Ну там, понятно, там случайность есть, человеческий факт, там много всего интересного. Но она хороша как раз для проработки через теорию игр. Если вам нравится Саватеев, вообще нравится теория игр, а экономистам должна нравиться теория игр. Управленцам. Люди играют в игры. Они стремятся к максимально условно выгодному поведению из возможных и видимому ими. Ладно, вернемся сюда. Значит, постановка задачи. Что я буду называть подпоследовательностью? В отличие от предыдущего случая, когда у меня был срез непрерывного куска, сумма непрерывного куска, я буду называть подпоследовательностью произвольный набор чисел, вычлененных, вот какие-то я подчеркну. Все это подпоследовательность. Понятно? Пустая подпоследовательность тоже является подпоследовательностью. Еще раз. Подпоследовательность – это список чисел из этой последовательности, идущий строго в оригинальном порядке. в том порядке, в котором они и шли. Но при этом у меня это могут быть не все числа, а только некоторые, любые. Любое количество чисел я могу подчеркнуть. Кто помнит комбинатуру, кто ее знает? Сколько всего способов подчеркнуть числа, если последовательность имеет длину n? Сколько способов ее подчеркнуть? Кто может быстро сообразить? Ничего не подчеркивает? Нет. Факториал – это если по перестановке считать. Нет, там 2 в степени n. Это называется множество всех подмножеств. Только в данном случае не самих даже чисел, потому что порядок определен. Множество всех подмножеств индексов, скажем. Можно по-другому посмотреть. Можно, да. Можно просто считать 0 или 1. Подчеркнуть. 2 в степени n. То есть опять мы попадаем в комбинаторный взрыв. То есть множество возможных подпоследовательностей. Комбинаторно велико. 2 в степени n. Самое главное, не с какого числа они начинаются. А как растет асимптотика? Как она нарастает? Нет, просто на самом деле, допустим, везде идет, потому что на физике, но это силы мало. То есть это число большое. Всегда сравнивают с чем-то. Да. Насколько должно быть большое отношение, или, по словам, какие-то разные, чтобы чистить какое-то другое получение. Правильнее этот вопрос было бы задать как раз физика в данном случае. Что чем считается? Что значит много больше? Ответ такой. Тогда, когда мы действительно можем пренебречь. Это часто эмпирически закладывается. Вот в 10 раз это много больше или нет? В некоторых физических задачках достаточно того, чтобы что-то было в 10 раз больше, чтобы уже считать, что это много больше. А где-то нужно, чтобы это было 100, где-то нужно больше. То есть это исходя из эмпирики. Это вот так вот не скажешь. Но в нашем случае я могу опереться именно на асимптотику. То есть как она нарастает. Да, я могу сказать, кубическая плохо сортировка. Почему? Да потому что существует квадратичное. Я могу сказать, квадратичное, отстой, старье. Ведь есть n log n, есть быстрые сортировки. Понимаете, да? То есть есть что-то, что обладает преимуществом. Я говорю, ну конечно оно лучше. Вот. Давайте сюда. Я к чему? Что эта задачка была бы практически неразрешимой, если бы я шел через метод полного перебора. Возьми, перебери всевозможные подмножество чисел. Перед тем, как его длину мерить, проверь, является ли это подпоследовательность возрастающей. Да? Давайте сейчас сделаем следующее. Я должен ввести какую-то функцию. То есть вот как для городов. Вот это города. Города, в которых что-то лежат монеты. Да? Я прыгать могу. У меня кузнечик не робот. Он прыгает на любое количество клеток абсолютно. Он должен пропрыгать. Да? Начиная с любой монеты, заканчивая любой. Правильно? Я спрашиваю, какое максимальное количество прыжков он совершает, если он прыгает только на большее количество монет? Да? Не меньше, а больше. Какую функцию я могу ввести? Вот не так тривиально. Вот начинаем думать. Так, могу ли я ввести функцию, которая будет, собственно, означать длину подпоследовательности наибольшей, возрастающей? Мне же нужно ответить на этот вопрос, да? К моменту, когда будут включены все числа. Все. Я такой, так, ну, эта функция должна быть определена через сама себя. Я же понимаю, что это должно быть рекуррентно. Значит, она, наверное, должна от какого-то параметра зависеть. Параметры сложности же должны быть, да? Чтобы я вот чего-то начал. Я говорю, так, ну, например, смотрите-ка. Если бы я брал как подпоследовательность, например, одно число, то, собственно, один. А, еще даже круче. Ведь я могу как подпоследовательность взять вообще пустую подпоследовательность, в которой никто не входит. Вот ноль. О, с нее будем начинать. То есть, пустая подпоследовательность всегда есть в кармане, ее длина ноль. Вот с этого нуля будем опираться. Так. Крайний случай есть. Так. То есть, я буду говорить, ln – это и есть длина самой длинной возрастающей подпоследовательности, если я в нее включаю первые n чисел. То есть, давайте так. l нулевая – это для последовательности длины ноль, для вот, когда я еще, не то, что весь массив, я еще ни одного элемента не добавил. Длина, наибольшей возрастающей подпоследовательности, равна точно ноль. Да? Окей, я разрешаю одно число. Да? Разрешаю одно число. Ну, я могу еще сказать один, но мне сейчас перестанет помогать. Мне сейчас дальше не поможет. Я скажу, а вот l2, я не руками хочу это посчитать, глядя на эти числа. А сейчас уже начать вырабатывать общий случай. Мне была известна длина наибольшей возрастающей подпоследовательности для массива, содержащего только одно число. Я хочу расшириться. Я хочу добавить туда еще одно число. Проблема в том, что я не знаю в общем случае. Вот у меня, представьте себе, давайте сейчас возьмем вот какой-то кусочек. Вот так вот. И у меня про предыдущую последовательность известно только одно. что ее длина, допустим, 4. Вот откуда ты взял? 4 длина наибольшей возрастающей. И не говорю, не показываю. 4. И говорю, а я хочу добавить следующее число. Вот увеличится она или нет? Ну там 64 написано. Не знаю, давайте я сотру и сделаю не 64, а 6. Вот увеличится длина возрастающей подпоследовательности. Давайте еще раз посложнее сделаем. Я сделал 9. Увеличится она или нет? Что, 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 что? Что, что, что? У меня должна быть рекуррентная сейчас функция, которая определена через самая себя. Никакого дополнительного бегания. Получается, что я не могу, если я так определю эту функцию, если я скажу, это длина наибольшей возрастающей подпоследовательности. Я не, почему я не могу этого сделать? Потому что, а я на самом деле не знаю, число 12 входит в эту возрастающую подпоследовательность там или нет. Мне для того, чтобы я просто смог ответить, надо, чтобы последнее число точно входило. Понимаете? Поэтому давайте мы сейчас сделаем так. Я введу функцию l, n-ту, да, l, i-ту, да, соответственно, как длина n, v, p, наибольшей возрастающей подпоследовательности. Да? Заканчивающейся и обязательно содержащей в качестве последнего числа. Да? Слово заканчивающейся, оно это и подразумевает, да? Содержащая в качестве последнего числа. Ну, давайте назовем, вот исходный массив назовем каким-нибудь словом, например, a. Да? Соответственно, и это длина включения, то есть, когда ноль, это означает, что мы из a берем пока ноль элементов, да? Когда один, l, один, это уже будет, берем один элемент нулевой. Да? Держите в уме разницу. Номер индекс. У меня здесь это будет функция от длины, и для нее l0 должно будет существовать. Поэтому местоположение в этом массиве чуть-чуть будет и длина массива самих, массив длин наибольших возрастов, а я буду эту функцию хранить, значение функции буду хранить в массиве. Я не хочу рекурсию. Я лучше буду сразу кэшировать, причем не кэшировать, а я лучше сразу буду вычислять эти значения и сохранять их в табличку, то бишь в массив. Ну, в случае Python список. Да, правда? Воняли логику, да? Ну, вот смысл в том, что у меня для числа n, здесь у меня вот это число в массиве имеет индекс n-1, а это нулевое. Но для длин мне нужно будет lnt, фактически, да? Когда я последний на всю длину a распространюсь. Поэтому у меня в массиве l на один элемент больше будет. Ну, норм, не надо переживать за это. Просто надо это понимать. Я его на самом деле буду просто рисовать левее. Я начну, как сказать, немножко питоновский пеп, пеп 8, это самое, отодвинем слегка. Потому что мне будет удобно нулевой элемент массива l располагать здесь. Потому что первый будет подразумевать включение элемента с индексом 0. Так вот, l и t длина заканчивающая содержащей, извините, a и минус первый элемент. Поняли, ради чего я сейчас приплясывал? Чтобы объяснить, почему l и t, оно опирается на элемент, который по номеру и t, но его индекс именно в первый. Ясно, да? Ок. А теперь смотрите дальше. Как же быстрое время летит, а? Я думаю, рюкзакам вам, наверное, все-таки проскочим. Жалко рюкзака, я его люблю. Либо ноб, либо рюкзак. Что-то придется выбросить. Ладно. А теперь смотрите. Вот теперь я уверен, что к этому моменту, когда мне расширяться надо, то вот этот элемент точно входит. Да? Я собираюсь написать общую формулу для l и тога. Да? Для l и того. Я говорю, он равен... Мне нужно завершить вот этим числом. Вот этим числом. Оно должно будет сейчас обязательно входить. Мне нужна новая подпосредительность, в которую это число точно включено. Да? И я говорю, мне надо найти к нему подходящее предыдущее число. Да? Как раз цикл, который вы предлагали. Мне нужно найти подходящее предыдущее. Причем среди всех предыдущих, но только отфильтрация должна быть. Предыдущая должна быть меньше этого числа. Да? Но я не буду сейчас перебирать там все траектории. Я просто для каждого предыдущего числа посмотрю его... Сейчас скажу. L. Его L. У меня есть готовая длина максимальной подпоследовательности, которая заканчивается пятеркой. Готовая L и т, которая заканчивается двойкой. Готовая максимальная L и т, которая заканчивается семеркой, тройкой и так далее. Да, у меня здесь возникает максимум, по сути, из среза. Извините. Ну, то есть этот, подразумевать, будет цикл. Да? У меня будет... Я на питоне напишу, поэтому это будет писаться в одну строчку. Но это уже не совсем математически зато. Ну, смесь такая немножечко. Но она зато превратится легко потом в формула на Пайтер. Меня интересует максимальная длина, максимальная длина LK того, где K меньше, чем I, да, максимального LK того, да, для всевозможных K, начиная от нуля до I, не включительно, прошу прощения. Тут еще одна оговорочка, что у меня L и т подразумевает сейчас I-1 элемент A, поэтому по I-1. Нет? Сейчас, секундочку. K in range от нуля до... Нет. Я заполняю it элемент L, нет, поэтому нет. В L они имеют индекс I. Единственное, что, по-моему, мне нужно начинать только с единички. Только с единички. Да, все правильно. Ноль нельзя, потому что у меня будет сейчас A и K-1. А будет K-1. Но отбор я должен такие только брать, если значение A катая, ну, давайте, я все теряюсь уже писать на питоне или так, но давайте пока еще продолжим. Если элемент A, K, ну, чтите, катый по номеру, да, соответственно, K-1. Он меньше моего и того, то есть он является допустимым предыдущим, то, что я написал в скобках, называется генератор. Вы помните генераторы списков? Ну, генератор списка. X for X in A. Помните? Да? Я могу там любое выражение вписывать, какое хочу. И еще я могу добавлять отбор, если X, то там, там, не знаю, там, делится на два. Правильно? Только генератор списка, это он список создает в результате. А если я поставлю круглые скобки, то это генератор, который делает это дело на лету, как сопрограмма, по мере необходимости, когда из него будут брать следующую. Он просто памяти поменьше тратит и не сразу съедает все время, а в процессе вычтения. Ну, для меня сейчас, на самом деле, это не так сильно ценно. Мне ценно то, что я могу это записать коротко на питоне. Чтобы это превратилось в уже инструкции, хотя это пока еще регурентная формула, хотя уже записана на синтаксисе Python, мне достаточно, по сути, прописать квадратные скобки, да, так, и я прошу прощения, я ошибку сделал А и минус первый. Вот так вот. Не помирайте, я вас прошу. Сложно, это непросто. Но самое главное, что в этом результате превращается еще раз, прям в формулу уже вычислений. Остается только что? Сказать, для каких и я должен это делать, и траектория вычислений, в каком порядке я должен эти аи обходить. Ну, в данном случае, очевидно, я должен заполнять слева направо эти, да, вот эти вот длины. А? Ну, лена. От ноль просто задано, да, L нулевая равна нулю. Да? Она как барьерная очень нужна на самом деле. Вот. Хотя, по-моему, она нигде фактически-то и не будет, потому что я буду в i-1 заглядывать. А, я кое-что забыл. Формулу писал и забыл. Моя длина так никогда не вырастет. Текущее число всегда удлиняет на единичку самую длинную подпоследовательность, которая была встречена. Однако, по-хорошему, сюда надо добавить ноль. То есть, если этот максимум, вот здесь вот, вот здесь вот, ничего нету, ничего нету, то нулевой точно должен подходить. Я не смогу сейчас это так вставить, чтобы вот там, как сказать, в А точно подходил. Там есть механизм. Я могу в сам массив А вставить вот сюда. Очень отрицательное число, которое подойдет к любому. При этом в L нулевой вставить ноль. Ну, в общем, немножко можно приплясать, чтобы оно работало автоматически. Мне сейчас не хватает этот максимум. Иногда не будет находить ни одного числа, которое меньше текущего. То есть, к моменту, когда я достигну единичку, у меня будет ошибка вычислений. Чуть-чуть не хватает мне сейчас. Я легко смогу это сейчас исправить методом некрасивым с точки зрения использования памяти, не столько асимптотики. Я закрою этот генератор, красивый генератор, квадратными скобками и прибавлю туда число ноль в качестве конкатенации списка. Просто, чтобы максимум не парился и выдал ноль, если там ни одного не окажется отфильтрованного. Ноль там присутствует гарантированно. Но в любом случае плюс один. То есть, если число, условно, самое маленькое, которое только встречалось, для него, естественно, не существует никакой предыдущей подпоследовательности, которая могла быть, ноль, пустая только, например, для единички. Ничего страшного. В этом случае у меня длина предыдущей подпоследовательности будет равна нулю, к ней прибавится единичка. И он будет начинать. Давайте так, реализовывать это я даже не буду пытаться это посчитать для вот этой вот подпоследовательности. Я могу начать, потому что дальше будет количество… Вы же видите, тут внутри цикл все-таки. Мне все это еще и нужно само все это тоже в цикле вычислять. for i в диапазоне, начиная от чего? Ну, первой. И начинается от единички. До n включительно. Значит, плюс один. Ну и, естественно, сам массив l я сейчас рассчитываю, как будто он уже существует. Не pent делаю, да, а рассчитываю на существование. Заранее создать размером n плюс один. Заполнив, неважно чем, только главное в нулевой положительной. Ну, хотя, еще раз, я там вроде и не использую. Так что, в принципе, неважно даже, что в нулевом. Главное, туда не заглядывать сильно. Но ответ, откуда я возьму ответ? А очень просто. Итоговый ответ. Вот я для всех чисел посчитал длину наибольшей возрастающей подпоследовательности. Вот посчитал. Но заканчивающийся этим элементом. То есть, последнее число, которое у меня будет получено в l, оно не будет ответом. Потому что еще неизвестно, 38 входит или нет. Может, 72 там, последнее число, которое должно входить. А может и нет, тут 36-38. То есть, может быть, там подпоследовательность, которая вот включала. Вот, у меня тут, правда, что это, 87. Ну, неважно, я сейчас не буду это вычислять. Ну, может, оно входит, а может, не входит. Я не знаю. Так вот, я должен просто, чтобы получить последний ответ, Я должен просто пробежаться по всем числам l и сказать, да, у меня l, соответственно, равно максимум из всех l и тых. Да? И начиная от нуля до n. Все. То есть, получается такой прием, да, я придумал функцию, сузив ее, потому что для основной не получается придумать рекуррентную функцию. Так, ну что, давайте следующее, да, чтобы у нас не все в одну корзину. Сфоткали? А, ну, у вас же видео пишется. Ну, и в лабе там формула прописана. Вы, если что, как бы, ну, теперь вам будет, наверное, легче это почитать. О, боже мой, 10, 20, 12, да, у нас осталось всего 13 минут. Ну, давайте сделаем сейчас, я сокращу последовательность, это как-то, мне будет трудно с такой сейчас работать. Вот у меня есть последовательность а. Вот у меня есть последовательность б. Давайте только я числа здесь сделаю какие-нибудь не очень большие. 5, 2, выше пятерки не поднимаемся. 5 оценки. 5, 2, 2, 3, 2, 4, 5, 3. 2, 5, 3, 3, 2, 4, 5. 2, 4, 2, 5. Вот так. На самом деле их длины совершенно не обязаны совпадать. Длина А и длина Б не совпадают. Вопрос. Длина наидлиннейшей общей подпоследовательности. Смысл того, что считаем подпоследовательностью, точно такой же, как в наибольшей возрастающей. Ну, то есть, какое-то подмножество элементов А, какое-то подмножество элементов Б, упорядоченных в исходном порядке. Но это подпоследовательность нужно совпадать. Условно, Вася, Петя, или Алеша получал оценок, и Вася получал оценок. Да? Басилевс. Он получал оценок. И я спрашиваю, могут ли они, стерев при помощи ластика часть оценок в своих дневниках, каждый готов на этот подвиг, а не братья, принести родителям свои дневники, что они смотрят, о, этот получил 5, этот получил 5, этот получил 2, этот получил 3, этот получил 3. И оценки совпадут, и говорят, какие у нас дружные братики. Поняли, да, логику? Я сейчас специально, чтобы вы поняли саму постановку задачи. Вопрос, могу ли я за разумное время, не перебирая все подмножества здесь и здесь, найти, собственно, наидлиннейшую общую подпоследовательность. Хорошо, как вы понимаете, существуют шансы, если я найду длину наидлиннейшей общей подпоследовательности, то, наверное, я саму подпоследовательность каким-то образом тоже, может быть, смогу восстановить. Как вы догадываетесь, да, некая практика восстановления ответов. Если я для каждого какого-то случая смогу знать длину наибольшей общей подпоследовательности, я смогу и саму подпоследовательность восстановить. Но мы сейчас это прям пропустим, только саму длину будем искать. Как это делать? Как это делать? Как это делать? Как это делать? Давайте я сделаю следующее. Я подпоследовательность B запишу по вертикали. 2, 5, 3, 3, 2, 4. Так, одну секундочку. Чуть-чуть я... Так. Нужно... 2, 5, 3, 3, 2, 4 было, да? Я сейчас делаю табличку. Вспоминаем робота. Робота, который монеты собирает. Кто сказал, что динамическое программирование обязательно одномерное? Да, в случае наибольшей возрастающей NVP, у нас оно было с циклом внутри. То есть сама вот эта функция, она подразумевала перебор предоточных значений, сфильтрации. Понятно. Но, anyway, почему обязательно одномерное? Функция может быть функцией от двух параметров. От трех. Лишь бы они были дискретные. Потому что, если они дискретные, то тогда мы сможем заполнять эту табличку. А если бы они были непрерывные, то мы не можем уж заполнять непрерывное пространство значений функций. Правда? Это никак. Но памяти никакой не хватит. Подхранили. И float не может быть индексом в массиве, да? Дикость какая-то. Ладно. Я сейчас сделаю интересную штуку. Я введу длину наидлиннейшей общей подпоследовательности по двум параметрам. По параметру, соответственно, И и параметру К. И Т, К, Т. Где? Что это будет означать? Это наибольшая общая подпоследовательность среза А, начиная от нуля до Ай, не включительно. И Б, начиная от нуля до К. Обратите внимание, Ай завязан на конкретный кусок А. Я не буду сразу отвечать на вопрос о наибольшей общей подпоследовательности, в который входят оба массива полностью. Я начну с самого примитивного вопроса. Л, 0, 0. Ноль элементов входит. 0, 0, срез 0, 0. Чего верню? Пустой список. Пустой список в качестве А, пустой список в качестве Б. Чему равна длина наибольшей общей подпоследовательности? Ха! Ноль! Впрочем, для L0 Катова везде 0. Ну, пустая эта подпоследовательность, когда я рассматриваю вот эту ситуацию, да, там 0 просто. Ну, не может быть у пустой подпоследовательности и какой-то длинной, какая-то... Один 0 оценок получал, другого их куча. Какая длина наибольшей общей подпоследовательности? 0. Тому придется стереть все оценки, чтобы он тоже как будто ничего не получал. Короче. 0, 0, 0, 0, 0, да? И здесь нолики. Какие красивые крайние случаи, правда? L0 Катая равно 0. L Итая нулевое 0. Замечательно. Теперь осталось только ответить на вопрос. А когда я допускаю элемент, собственно, Итой Каты? Как мне описать, да? Через что опереться? Только Итая нулевая 0. Меньше, чем текущая, да? Итак, это означает, что я сейчас, собираюсь впустить элемент А, И минус первый, и Б, К минус первый. Обратите внимание на несоответствие индексов, да? На поправочку в индексах. Да? То есть он сейчас средств не включает. А мне нулевые нужны были сейчас, да? Без крайних случаев никак. Вот эти элементы будут сейчас допущены, добавлены, да? Вопрос. Они либо совпадают друг с другом, эти два элемента, либо нет. Вот они либо равны друг другу, либо не равны. Правда? Если они не равны друг другу, а если они равны друг другу, вот так вот, то у меня перед ними шла какая-то, вот я собираюсь вот это, вот сюда посчитать, да? У меня неизвестно. Я говорю, четверка, совпадает с тройкой? Нет, не совпадает. Не совпадает четверка с тройкой. Я тогда говорю так, ребята, подождите, значит, у меня варианты какие? Либо я беру подпоследовательность, в которой этот элемент не нужен, и беру, соответственно, дополняю ту подпоследовательность, которая была из b, но для k-2 только, включительно, до k-1 не включительно, но зато я этот элемент добавляю и говорю, ну окей, вот-вот-вот столько. Но это было вычислено раньше, потому что значение хотя бы одно меньше. Поэтому это было вычислено раньше, и я смогу на эту длину опереться. Либо говорю, я этот элемент тогда выбраку, он не нужен, если они не совпадают друг с другом. А вот если они друг с другом совпадают, то есть, короче, я выберу, либо говорю, а мне вариант какой еще? А оба они мне не нужны. Впрочем, это не столь обязательный в данном случае вариант. Но если они не совпадают, то я просто беру максимальное число, и все. Из вот этих трех. Говорю, сократим, выкинь, не совпали. А вот если они совпадут, в этом случае, например, вот ситуация 2-2. 2-2. 2-5. Они не совпадают. Ну, у меня получается 0. А теперь смотрите, 2-2. Я говорю, если я выкину двойку из вот этой, возьму срез, в который не включается двойка, да, то у меня, соответственно, длина 0. Если я выкидываю эту двойку, здесь пустая, подпоследствием здесь 5-2, там 0. Выкидываю оба, там тоже 0. На самом деле, еще раз, третий вариант в данном случае можно и не рассматривать, когда оба выкидываю. В принципе, ничего от этого не произведет. Так что я могу его и не рассматривать. А вот если совпадают, а они совпадают, я говорю, ребята, я беру вот это число, то есть длину подпоследовательности, где не было ни той, ни той, но я увеличиваю его на 1. А теперь внимание, я сейчас запишу формулу. Она равна. Я напишу на Python сразу. Она равна L и минус первая, K минус первая, плюс 1. Если у меня, собственно, А и минус первый совпадает с B, K минус первым. Ну, я прошу прощения, еще раз, здесь это не то же самое, что здесь. Здесь это предыдущие имена, да, то, чтобы срез, в который не входит и минус первая, K минус первая. А это сами элементы, которые вот отвечают именно L и тому к этому, из-за поправки в индексах. А иначе, а иначе, я в скобочке возьму, чтобы выражение не потерялось из-за переноса строки. А иначе, меня интересует, не совпадают. Ну, так и минус просто максимум из двух вариантов. Плюс один я сделать не смогу, но хотя бы хуже не сделаю. Из чего? Из L и минус первого, K, запятая, и L, и того, K минус первого. Ну, я общую скобку закрою, она появилась только из-за переноса строки. Давайте это вычислим, потому что это проще, чем робот монеты, который собирает. Вот это быстро считается. Смотрите, 2 и 2 совпадает? Совпадает. Значит, я просто увеличиваю вот это число по диагональке. 2 и 3 совпадает? Нет? Значит, я выбираю максимум из двух, из вот этих. Максимум из двух – это один. Давайте я буду стрелочку все рисовать, чтобы было видно, откуда. 2 и 2 совпадают? Совпадают. Значит, один. 4 и 2 не совпадают, беру максимум. 5 и 2 совпадают? Нет. Беру максимум из вот этого и вот этого. 1. 3 и 2 совпадают? Нет. Беру максимум. Замечательно. 5 и 5 совпадают? Да. Значит, я беру отсюда. 2 и 5 совпадают? Нет. Беру максимум. Ну, здесь не важно, откуда стрелочка. Но допустим, отсюда. Длина просто 1 2 и 5 совпадают? Нет Беру максимум, опять же, не важно откуда 5 и 3 совпадают? Нет Значит, беру опять же максимум Не важно откуда 2 и 5 совпадают? Нет, беру максимум Не важно откуда 4 и 5 совпадают? Нет, беру максимум 5 и 5 совпадают? Да Я увеличиваю вот это число на единичку 3 и 5 совпадают? Нет, не совпадают Берем максимум. Если вы понимаете, я начинаю чуть-чуть быстрее и меньше говорить. 5 и 3 нет, берем максимум. 2 и 3 нет, берем максимум. 2 и 3 максимум из 2, 3 и 3 совпадают, внимание, вот. Диагональка. 2 и 3 нет, берем максимум, 2 и 3 и 4 нет, берем максимум. Так, эти стрелочки я сотру, они лишние. Так, значит, 5 и 3 нет, максимум берем, 3 и 3, да, совпадают. 3 и 5 нет, максимум, 2 и 3 нет, берем максимум, 2 и 3 нет, максимум, 3 и 3 совпадают. Вписываем по диагональке увеличение. 3 и 2 не совпадают, берем максимум, 4 и 3 не совпадают, 5 и 3 не совпадают, 3 и 3 совпали. Так, 2, 5 не совпадают, берем максимум, совпали. Увеличиваем по диагональке, 2 и 2 совпали, увеличиваем по диагональке, 2 и 3, на самом деле можно было, в принципе, при совпадении еще и отсюда, то есть оно могло тоже посоревноваться, то есть вот эту штуку я мог вставить в соревнование на максимальность при большом желании, но нет такой необходимости. я буду, это определяет, какая именно из одинаковых по длине максимальных, одинаковых по длине, наибольших общих подпоследствий будет взята при восстановлении ответа, больше ни на что, на длину это не влияет, потому что какая разница, где максимум, отсюда или отсюда, да, или по диагональке, точнее вот это по диагональке или отсюда взялось. Так, здесь 2 и 3 не совпадают, 2 и 2 совпадают, внимание, увеличилось, 4 и 2 не совпадают, берем максимум, 5 и 2 не совпадают, берем максимум, 2 и 3 не совпадают, берем максимум, 5 и 4 не совпадают, берем максимум, 2 и 4 не совпадают, берем максимум, но теперь он сверху, 2 и 4 не совпадают, берем максимум, Берем 3 и 4, аж до 4, сейчас еще 2 будет без изменений. Берем максимум, берем максимум, потому что не совпадают. 4 и 4 совпадают. Берем по диагонали и увеличиваем. Так, что у нас дальше получается? 5 и 4 не совпадают, берем максимум. 3 и 4 не совпадают, берем максимум. Ответ. Длина наибольшей общей подпоследовательности 4. То есть, когда я расширился на срезы, включающие в себя весь список целиком, то я по сути отвечаю, это не последнее, я ничего программировать не успею, но я произнесу. Посмотрите сюда. Восстанавливаем траектор. Если я просто запоминал, сделать массив, только не со стрелочками, а с расположением, откуда я пришел. Массив двумерный, в котором буду запоминать, откуда я пришел. Хотя это на самом деле не обязательно. Я могу обратно открутить это же сравнение. Спрашивать, если они равны, то идти назад вот туда. Если не равны... Короче, я обратно по стрелочкам иду. Да, видите? И в тот момент, когда я шагаю по диагонали, это означает, что я соответствующие два числа беру. Мне для того, чтобы шагать по этим стрелочкам, понадобится... Ну, я тут могу условно вот это посчитать. Видите, стрелочка, да? Это означает, что вот эта пятерка и вот эта пятерка входят. Дальше. Никаких изменений. Никаких изменений мы добавляем. Никаких изменений. Опа, стрелочка! Значит, эти тройки входят. Дальше. Никаких... Ой, нет, никаких. Как-то входят, да, без той стрелочкой диагонали входят. Снова входят. Опа! Да? Ну и дальше никаких изменений. Та-дам! Вот она! Вот они. Ну, меня в данном случае интересует мало того, что длина. Я вот в данном случае вычислил сами индексы этих элементов в массиве А и в массиве Б. Ну, еще раз. Это программируется сложнее, потому что запрограммировать... Да я вам написал, собственно, фактически. Понимаете? Дальше это загнать в два вложенных цикла, которые по и пока будут пробегать. Только заполнить нулевые элементы там, нулевые... Согласитесь, что это волшебство какое-то, правда? Если вы способны осознать сложность комбинаторной задачки и некий, скажем так, интеллектуальность того вопроса, который должен быть сделан... О, поди найди наибольшую общую подпоследованию. То вы сможете восхититься, что творит динамика всемогущая. Да, но на самом деле надо понимать, что динамическое программирование – это, еще раз, всего лишь рекурсия с другого ракурса. Причем без фотос и заполнения... Я сейчас делаю снизу. Так что, ребята, есть еще вещи, которые очень красивые. Мы еще порисуем такие таблички. Поговорим с вами. Я, к сожалению большому, уже совсем пропущу задачу о укладке рюкзака. Задача об укладке рюкзака является, так называемой, НП-полной задачкой. Но в случае дискретных масс, дискретного веса, не стоимостей даже, а масс достаточно дискретных, чтобы задачка превращалась в задачку на динамическое программирование. Она резко меняется, асимптотика становится вычислимой для разумного количества предметов. Но пропускаем ее совсем. Она была в прошлом году, а в видеозаписи, по-моему, не сохранилась. Нет, кажется, их нет. Ну, знайте, что я ее не рассказал, она вообще красивая. А мы с вами в следующий раз тогда поговорим про строки, динапрограммирование на строках. Там тоже есть парочка красивых задач, которые обязательно надо разобрать. Спасибо.